Добрый вечер! Вы на канале A1. Смотрите передачу «Большая рыба». А у нас в гостях сегодня Сергей Русуляк. Вы знаете, Серёж, у нас сейчас не подстава, а на самом деле... А что же ты сказал? Вы знаете, Серёж, он со мной перешел после начала эфира? Нет, вы знаете. А, вы знаете. Вы знаете, запятая Серёжа. Вы знаете, запятая Серёжа. У нас сейчас звонит девушка, мне сообщили. Я говорю, уводите, пожалуйста. Ты знаешь, мы с тобой знаем, что когда приходят кино снимать в квартиры, в дома, люди потом... Рожают. Ну, как минимум рожают или ненавидят кинематограф и запрещают туда заходить. Нам звонит девушка из Одессы, где снимали фильм «Ликвидация». Добрый вечер, вы в прямом эфире. Доигрались, так. Добрый вечер. Как вас зовут, кого ждёте? Меня зовут Лина. Здрасте, Лина. Я с большим удовольствием жду Сергея ещё раз к нам в город, в этот двор. Так. И если вдруг вы будете у нас в гостях, то в этом дворе, в квартире 21, вас ждут и днём, и ночью. Спасибо, Лина, огромное. Но... Понравилось кино. Понравилось кино, но, если говорить серьёзно, я не могла предположить, что вот из этой суеты мы не могли выехать со двора на машине, не могли въехать. Да что вы говорите. Получится такое ошеломляющее вообще произведение искусства. Спасибо, Лина, огромное. И в связи с этим вопрос. Наш город немножко отличается от других городов. Слэнг, кухня, ну, какие-то нюансы. Да не может быть. Не может быть. Да. Я одесситка. Я родилась в Одессе и выросла в центре города. Несколько кварталов от того места, где вы снимали фильм. Там до сих пор живут мои родители. Познакомился? И я хочу спросить у вас, кто помогал вам? Или вы тоже одессит? Вы передали такие тонкости, которые, ну, наверное, надо прочувствовать. Потому что разговор я хотела начать с того, что, ой, как я рада вас видеть живьём. У вас это получилось. Серёжка, кто помогал тебе? Нет, помогали многие люди. На самом деле мы долго готовились к этой истории. Вообще, я хочу сказать спасибо Одессе. Спасибо этому двору. Спасибо всем. Одесса совершенно особый город. Особый город. Я первый раз серьёзно там побывал. На съёмках этой картины. Ну, я был там на выборе натуры дважды. Я не предполагал, что это такого обаяния город. Такой теплоты. Вот Лина рассказала, что там нельзя было выезжать со двора. Нельзя было приехать во двор. Мы над этим двором растянули парашютный шёлк. Для того, чтобы мы могли снимать, как в павильоне. Там действительно жить было невозможно. Это сделано, уважаемые господа, для света, чтобы был свет мягкий, ровный и позволял работать гораздо дольше и не использовать прямой источник света. Совершенно верно. И я просто, снимая в Москве, каждый раз думаю, как жалко, что это не Одесса. Потому что мы от жителей Одессы, стреляя в них под окнами с 12 ночи до 5 утра, кроме пирожков, булочек, чая, кофе и так далее, ничего не слышали. Я представляю, какое количество мата было бы в Москве. Не то, чтобы мы там выстрели, а просто сунься во двор. Это совершенно разные страны, разные ментальности. Вот Одесса и остальной мир. Вообще, на самом деле, это очень правильно, потому что я тоже с этим сталкиваюсь. И вы знаете, что самое обидное? Я вот там коренной москвич, и это единственный город в мире, где очень дорого и практически нереально снимать кино. А это ужасно, потому что фильмы, где происходят события в городе, влияют на историю, влияют на туризм, на все что угодно. Достаточно посмотреть последние фильмы о Париже, чтобы, так сказать... В него влюбиться просто еще раз, еще раз влюбиться. Итак, у нас звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Город Волжский беспокоит Волгоградскую область. Как вас зовут? Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Сергей. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Задавайте вопросы, Александр. Вот, к вам к обоим вопросам. Во-первых, Юрий, спасибо за передачу. Это моя прямая обязанность. Я хочу узнать мнение Сергея. Вот, собственно говоря, было много вот этого. Тихий Дон, допустим, Золотой Теленок. Ну, Золотой Теленок Меньшиков и Юрский там тоже. И Тихий Дон тоже там. Там сравнивать нечего. Ваше мнение вот об этих ремейках? Александр, мы вступаем, так сказать, несмотря на прямой эфир и правду, которую, значит, проповедует, значит, наш повар Юрий Грымов, значит, мы вступаем на очень опасный путь обсуждения работ коллег. Я вам так скажу. Мне нравится картина Михаила Швейцера с Сергеем Юрским. Мне нравится Тихий Дон Сергея Герасимова с Петром Глебовым. А больше я вам, Александр, сказать не могу. Если вы удовлетворены моим ответом, то спасибо вам. А нет, так извините. Ну, спасибо вам. Я думаю, что если бы сейчас был бы крупный план на нашем гости, уважаемый гость понял, о чем мы говорим. Вы знаете, это очень тонкая такая субстанция, и тем более очень трудно говорить без авторов. С авторами у нас Гордон говорит. Да, это другая ситуация. А ты знаешь, Сергей Дмитриевич, я был на этой передаче. Я тебе, наверное, сочувствую. Да, но ее до сих пор не выпускают в эфир. Именно поэтому. Понятно. Итак, наш телефон в студию 8495-276-0985. Сергей, вот большое спасибо, что ты к нам пришел. Я надеюсь, что передача... Ну так, потихонечку мы заканчиваем. Еду мы сейчас завернем. У нас еще тазик целый. Знаешь, я хочу попросить, что когда передача будет еще на 10-ти, и ты закончишь свой фильм, я бы, знаешь, что тебя попросил, конечно, понимаешь, там продюсеры и так далее, ты не мог бы прийти к нам первым, да, показать какие-то фрагментики, и именно в прямом эфире услышать то, что, знаешь, в Америке делают фокус-группы, да, они собирают людей. Вот у нас есть зрители. Я понял. Мы им покажем фрагмент. Мы посетим все два часа. Юр, я готов. Если ты повторяешь, так сказать, тартар, да, и все остальное, то... Нет, я сейчас сделаю что-то даже другое. Нет, нет, нет. Да, сделаю что-то другое. У нас много хорошего. Каждый раз новая рыба. Хорошо. Чверк, рыбный день. Прекрасно. Большое спасибо, Сереж. Нет, за что. Юр, тебе спасибо. Дай Бог здоровья. Тебе. Взаимно. Все, ладно. Большое спасибо. Пока, счастливо. До свидания. Пока. Пока. Мы сейчас с вами продолжаем нашу передачу. Смотрим маленькую нарезку маленькой мисс части, которую я вам рекомендовал посмотреть. На, туда. Ридондо-бич, 74-й километр. Мы опоздаем на пару минут. Нет, Ричард, они сказали ровно в три без опозданий. Они не будут ждать, поверь мне. Мам, вот дверь на стопроцентное зрение. Я так и думала. Теперь проверим, как ты различаешь цвета. Какая буква здесь нарисована? Нет, внутри круга. Вот тут, видишь? И это буква А. Разве не видишь? Желто-зеленая. Да. Что это? Дуэйн, возможно, ты дальтоник. Дальтоников не берут в авиацию. У нас здесь проблема. У нас тут непредвиденная ситуация. Нам надо остановиться. В чем дело? Останавливай. Успокойся. Ричард, останови. Дуэйн, все в порядке. Все будет хорошо. Но мы не успеваем. Останови. Ладно, ладно. Скажи ему. Ричард, останови. Останови. Мы сейчас остановимся. Я уже торможу. Хватит. Дуэйн, не надо. Папа. Дуэйн, сядь, успокойся. Этого еще не хватало. Я уже торможу. Останови машину. Все будет хорошо, Дуэйн. Только не открывайте дверь. Господи, Дуэйн. Еще раз добрый вечер. Вы на канале Иван. Смотрите передачу «Большая рыба». У нас в гостях только что был Сергей Урсуляк. Большое вам спасибо, мои дорогие. Потому что, знаете, немножко все-таки привыкаешь к людям. Как-то к ним привязываясь. Большое спасибо за то, что вы звонили и благодарили, и говорили хорошие слова нашему гостю. Вы знаете, это мало слышит художник. Как правило, много слышат плохого всегда. Потому что зло, оно более агрессивно. Большое спасибо, что вы звонили и говорили такие прекрасные слова. Итак, подводя итог, небольшой итог о ремейках, я хочу сказать свое отношение. Я считаю, что если этот ремейк делает художник... Художник. Такое слово есть. Да? Это очень хорошо. Если это делает ремесленник, и в углу ставится просто обмануть в очередной раз вас зрителей, согнать на старое имя, напомнить вам о детстве, то это, конечно, неприятно. И вот очень большой рискованный шаг для того самого маленького художника, который это делает. А если талантливо, то это получается великолепно. По традиции мы сейчас подадим попробовать наш тартар нашему оператору. Иди, пожалуйста, попробуй, как всегда, честно скажи. Мне кажется, что немножко много лука, чуть-чуть, он немножко отбивает вкус от рыбы. Как тебе? Нормально? Не островато? Нет, не островато, но лука многовато. Лука многовато. Лука многовато, и он какой-то был поганый лук у нас. Он так, когда я пришел в студию, он так как-то так ароматал, давал такой, не понравился, очень какой-то был ядреный лук. Итак, мы только что показали маленькую нарежечку «Маленькое несчастье». Это был фильм «Домашнее задание», который я просил вас посмотреть, или, может быть, вспомнить тех людей, которые это видели. Мне кажется, что это очень милое кино, которое совершенно спокойно могли бы снять у нас в России, потому что в нем есть какой-то такой менталитет. Именно русский, это очень трогательное кино. Поэтому звоните, говорите свое мнение об этой картине. Интересно, что вы скажете. Нам пришло сообщение, я их уже читал. С благодарностью за этот фильм, семейное кино, смотрели все вместе, радовались. Поэтому у вас есть возможность позвонить в студию и сказать, что по этому поводу думаете. Может быть, кому-то не понравилось. Вы можете позвонить и попытаться аргументированно сказать, почему вам это кино не понравилось, и что вообще думаете про такой формат, как «Домашнее задание», посмотреть и потом обсудить. Или просто посмотреть, этого тоже достаточно. Наш телефон в студию 8495-276-0985. А вы знаете, я благодарен вам, зрители или товарищи, друзья. Трудно слово, значит, зрители. Что значит, зрители. Просто зрить – это мало. Вы общаетесь. Я надеюсь, что потом вы долго обсуждаете то, что мы здесь говорим. Или вы думаете, смотрите фильмы, которые вам рекомендуем. И мне понравилось одно пожелание, которое сказал нам один наш постоянный уже телезритель. Сказал, что давайте мы будем давать домашнее задание и анонсировать гостя гораздо раньше. И подбирать фильм по теме, чтобы обсуждать, может быть, даже с гостем фильм. Это очень хорошее предложение. И вы знаете, я пригласил на следующую передачу Римаса Туминоса. Не подумайте, что у нас как-то странно. У нас очень много было эстонцев, латышей и так далее. Римас Туминос – один из великих театральных режиссеров. Великих театральных режиссеров. И я очень рад, что его назначили на должность художественного руководителя театра Вахтангова. И он два года этот театр, ну, слово поднял, наверное, неправильно. Он его сделал немножко другим. Он приобрел тот вид, который сейчас существует. Это стал современный театр. Там идут интересные пьесы. Это уникальный человек. А тему в кино, тему следующей передачи, мы ее так назовем. Убил ли кинематограф театр и убило ли телевидение кино? Вот мы будем говорить с Римасом Туминосом на эту тему в следующий четверг. Также меня просят напомнить о том, что завтра передача будет в повторе в 5 часов. Для тех, кто хочет посмотреть и все-таки услышать то, что говорил Русуляк в первой части, когда у нее не работал микрофон, у вас будет такая еще возможность посмотреть это немое кино. Большое вам спасибо за то, что вы звоните. У нас остается совсем мало времени. Наш телефон в студию 8495-276-0985. Следующее кино, которое я вам рекомендую посмотреть, я думал, какое же кино мне хочется привязать к теме, связанной с Римасом и с театром. И я придумал буквально сегодня, и вот сейчас это быстренько собрали нарезочку, уникального фильма, на мой взгляд, когда, мне говорят, что нарезку не успели сделать, но ничего страшного, уникального фильма в том, что этот фильм был снят по пьесе. Это вообще редкая ситуация, когда фильм лучше пьесы. Этот фильм «Полет на гнездом кукушки» с прекрасным Николсоном, режиссером Милош Форман, 5 Оскаров. И вот мы тоже хотим потом обсудить, вот была пьеса, стал фильм, это мы будем обсуждать с Римасом Туминусом. Поэтому смотрите, пожалуйста, те люди, которые не видели «Полет на гнездом кукушки», поверьте, это на вас произведет впечатление. А те люди, которые его видели, знаете, рекомендую пересмотреть. Этот фильм не устарел, этот фильм существует, и в нем есть определенная потенция в том, что вот это настроение свободы, то есть чувство свободы, рассказанное через сумасшедший дом, это, конечно, потрясающая вещь. И прекрасный Джек Николсон, и бюджет картины 3 миллиона, это совсем небольшие деньги по тем временам, по нашим временам, раньше это были немножко другие деньги, но рекомендую посмотреть, как пьеса в сценарии и в кино стало намного лучше. Добрый вечер, вы в прямом эфире, как вас зовут? Меня Валерий, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валерий. Валерий. Откуда вы, Валерий? Я из Питера. Из Питера. Вы посмотрели маленькую «Мисс счастья»? Нет, я не имел честь посмотреть, но у меня есть опыт просмотра таких же мелких форматов телепередачи фильмов. Это не мелкоформатный фильм, это полнометражное кино. Посмотрите, пожалуйста, да. Ваш вопрос, есть у вас вопрос? Да, у меня есть вопрос и к вам, и к вашему гостю. Он уже ушел? Да, гость, гость, нет, еще остался. Ушел, конечно. Давайте вопрос. Вопрос заключается в следующем. В первую очередь, чем вы все-таки, когда снимаете фильм, чем вы регламентируете свои возможности? Да, да, да. На самом деле. Не понимаю, чем я... Я плохо слышно, извините, пожалуйста. Чем вы регламентируете свои возможности? Да, да. Свои возможности и свое желание, когда вы снимаете, вот, к примеру, фильмы, которые вы хотите снять. Я понимаю. Спасибо большое вам за вопрос. Как я его понял? Вы знаете, вот если касаемо меня, для меня очень важно, что у меня болит. что я в данный момент переживаю, о чем мне хочется поделиться с вами зрителями, поднять какую-то тему, да, это может быть актуально, как я делал, чужие, одни сегодняшние, американцы, арабы или русские, или это Каос Кукотского о генофонде, или я сейчас снимаю новый фильм «На ощупь», где я говорю, не буду говорить о чем, потому что я пытаюсь сохранить в тайне сюжет этой картины, но потом, может, попозже я что-нибудь вам эксклюзивно скажу. Я не хочу рассказать о сюжете, но для меня очень важно именно чем-то поделиться то, что у меня по-настоящему болит. И я считаю себя счастливым человеком, потому что я сам себе продюсер в том плане, что я не хочу делать фильмы на те темы, которые мне не близки, и с людьми, которые мне не интересны. Вы знаете, я не знаю, говорил, не говорил, я недавно прочитал дневники Джармуша, когда он сказал такую интересную фразу, когда его спросили, а почему вы не снимаете большие бюджеты в Горливудских студиях, хотя вы американец, у вас есть масса возможностей, и у Джармуша было масса предложений снимать фильмы с большими бюджетами в топ-студиях Голливуда. Он говорит, вы знаете, в Америке есть такое право ношения оружия. Вопрос, да, почему и что дальше? Он говорит, вы знаете, я думаю, что если я снимаю кино, и появляется продюсер, который мне говорит, возьми вот этого артиста или вот этого артиста, а смонтируй так или переозвучь вот так. Джармуш говорит, я его просто убью, потому что это мое кино. Я для себя ответил на этот вопрос. Я хочу снимать фильмы те, которые я хочу снимать. Я хочу брать артистов, которых я хочу брать. Я хочу общаться с вами, зрители, на том языке, на котором я хочу. Поэтому пока мне это удается, я буду снимать то кино, которое мне близко. Наш телефон 8495-276-0985. Остается совсем немножко времени. Вы знаете, мы получаем очень много писем, разговоров. Мы их практически не зачитываем, потому что очень они совпадают. И то, что вы писали про ремейки друг с другом. Поэтому я не считаю смысла перечитывать. Тема, которую мы подняли касаемо ремейков, мне кажется, что она важна тем, что мы задумываемся все-таки, что мы смотрим. И очень хочется, чтобы зрители, которые завтра соберутся смотреть какой-то фильм, сильно будут думать, чтобы пойти, чтобы разочароваться в своем детстве. Я уже, кстати, очень сильно боюсь иногда ходить на фильмы, ремейки, потому что я не хочу вернуться в то прошлое и разочароваться. И сегодняшний наш минимальный опрос показал, что зрители выбирают такой путь. А фильм «Маленькое несчастье», который мы рекомендовали посмотреть, это, конечно, шок, потому что 8-миллионный бюджет картины, они собрали порядка уже 300 фильмов. Вы знаете, что я вчера еще увидел? Мне это очень понравилось. Хочу с вами поделиться этим своим наблюдением. А сейчас, ну не скоро, а в ближайшем времени, выйдет фильм «Тарантино» новый. И если какие-то последние картины у меня немножко были вопросы, «Кубить Билла», ну как-то я чего-то не очень, там не очень-то мое кино, то вот когда я увидел интересную нарезку «Тарантино» с его небольшим интервью, мне очень понравилось. Невозможно не посмотреть это кино. Представляете, режиссер «Тарантино» в главной роли Брэд Питт, и все это про войну 1941-1945 года, про фашистов. Круто, правда? Уже интересно. Вот уже мы положили ингредиенты, «Тарантино», «Брэд Питт», «Фашистская Германия». Это интересно. Это очень интересно. И к разговору, помните, когда мы говорили про Гитлер-Капут, про некую ответственность. Вы знаете, чем закончено сообщение «Тарантино» о этой картине? Такая некая нарезка с Брэд Питтом и съемочной площадки. В конце «Тарантино» на весь экран сообщает. Вы знаете, что мы делаем? Мы мочим фашистов. Понимаете? Вот чувствуете разницу? Вот это для меня очень важно. Итак, давайте принимаем последние звоночки. Осталось у нас буквально 2 минуты. Если кто-то успеет там прорваться, у нас опять 3-4 звонка одновременно. Я прям вижу, у меня тут два соединяются и слетают. 8495-276-0985. Вы знаете, когда нам задают вопрос касаемо нашего формата, что за передача, каких гостей вы приглашаете, кого вы ожидаете, я пока приглашаю гостей, тех, которых я знаю, тех, которых я уважаю. Я сам лично им звоню, они приходят. Большое им за это спасибо. Большое вам, зрители, что вы пишете, откликаетесь. Нам это очень важно. Потому что если вам это будет неинтересно, передача, скажем так, или мне станет вообще неинтересно вести, общаться, я пойму, что это как-то уже становится похоже совсем на такую классическую передачу, где мало ошибок, где все построено, где есть рубрика «Дзинн». У нас рубрика «Гость в студии». Потом «Дзинн». У нас есть приз для телезрителей, который дозвонился и получает приз от меня. Фильм Юрия Грымова. Вот такого дряни вы никогда в нашей передаче не увидите. Мы пытаемся просто общаться с вами, говорить, ну, практически, наверное, как дома или как у меня в студии «Юг». Мы общаемся, то, что мы увидели, или то, что мы хотим сделать. Я вам напоминаю рецепт, который мы сегодня готовили. Это был тартар. То, что меня просят напоминать, и это правильно, потому что кто-то не запомнил. Это был лосось. Мы его мелко-мелко порубили. Потом мы порубили, там, вы видите, рецептик у нас написан на экране, да. Там кронюшоны были, каперсы, лук-резинец, вот этот тоненький-маленький. Немножко туда табаско добавили. Не переборщите с луком, не переборщите с луком. Потом немножко соевого соуса. Можно немножко посолить, хотя соевого соуса достаточно. Немножко перца, да. И получается, на мой взгляд, очень такая здоровая, легкая еда. Но, опять-таки, я рекомендую это запоминать все равно белым вином, потому что все-таки это сырая рыба, и пищеварительный тракт наш, он очень странно устроен. Ему надо немножко это все-таки помочь. Да, и я забыл, что мы туда еще кладем авокадо, да. Авокадо должно быть мягким, и тоже его мелко порубили. Итак, мы, к сожалению, не можем принять этот звоночек. Большое вам спасибо. Видите, я подавился, что вы были с нами. Все эти два часа. Увидимся в повторе завтра в пять часов на этом прекрасном канале. Вот сейчас все хором говорят «Эй, Ван!». На этом канале «Ай-яй-яй, Ван!». Большое вам спасибо, что вы нас смотрите. Нам нужна ваша реакция, потому что, если этой реакции не будет, я первый скажу, что я не хочу больше вести эту передачу, потому что, ну, зачем, зачем? Мне интересно, что вы думаете про нашу программу, что в ней надо улучшить, что в ней надо ухудшить, может быть, надо поменять ведущего и так далее. Большое вам спасибо, что вы были с нами. Целых два часа. Большая рыба. В прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА